Всем здравствуйте! Сегодня будем говорить про усадьбу Дубровица. Есть такой уникальный памятник архитектуры в Подмосковье. Он находится вот на границе Москвы и Московской области. То есть это можно характеризовать как окраины Новой Москвы, такие вот ближние окраины, которые очень интересные, в которые мы иногда заезжаем во время своих блок-туров, поскольку не заехать мы не можем. И они, в общем-то, исторически связаны с историей Новой Москвы. Это, в общем-то, такие вот те же знакомые нам исторические деятели, имевшие дома в Москве, имевшие дома в окрестностях Москвы старой, загородные усадьбы, в том числе имевшие загородные усадьбы и здесь. И надо сказать, что усадьба, усадьба, который мы больше знаем по владельцам князьям Голицыным, усадьба Дубровицы, она больше всего известна по своему замечательному храму, храму знамения, который был построен воспитателем Петра I князем Борисом Голицыным. И надо сказать, что архитектура этого храма просто уникальна перед нами, как по мгновению волшебника. Совершенно западноевропейский собор, перенесенный на русскую землю по волшебству из Европы, например, из Италии. Он совершенно не русский и безусловно строился иностранными мастерами. И конечно, это все говорит о том, что проникновение иностранной архитектуры в Россию началось задолго до Петра I, что связи были гораздо более прочными, чем мы предполагали и предполагаем. И надо сказать, что итальянцы это традиционные строители этой самой замечательной русской архитектуры. Возьмем, например, Московский Кремль и Кремлевские соборы, да, и Грановитую палату, да. Это, в общем-то, типично. Гораздо более, чем мы, в общем-то, предполагали и предполагаем, да. И надо сказать, что итальянцы это, в общем, такой вот, собственно, традиционные строители, да, вот этой самой замечательной русской архитектуры, да. Но возьмем, например, Московский Кремль и Кремлевские соборы, да, и Грановитую палату, да, это, в общем-то, типично. Гораздо более, чем мы, в общем-то, предполагали и предполагаем, да. И надо сказать, что итальянцы это выделяли. Они у нас считались, собственно, и были выходцами из так называемых фряжских земель, да. И, собственно, отсюда очень много людей с прозвищем Фрязин, да. То есть прозвище Фрязин — это итальянец, да. И я напомню, что эти замечательные люди, да, они участвовали в создании Московского Кремля, и просто не о всех мы, в общем, о них хорошо знаем, да. И прозвище Фрязин, оно, в общем, как бы заменяло им в значительной степени фамилию, да. То есть это вот их так называли здесь. Ну, вообще, у нас надо сказать, что судьба любого памятника архитектуры, причем достаточно крупного, она зачастую связана не с его уникальностью, а с его местоположением. У нас очень многие объекты, да, которые расположены в центре Москвы, им уделяем внимание, да, даже если это какие-то достаточно рядовые дореволюционные домики, да, они заставляют среду, да, они определяют образ улиц. Вот, вокруг них пляжут и поют, да, и когда их пытаются там сносить или реконструировать, общественность начинает возмущаться. Вот, а какие-то вот уникальные архитектурные шедевры выдающегося плана, да, которые должны бы находиться на охране ЮНЕСКО, да, но они расположены не в центре Москвы, а совсем рядом, да, но не в Москве, да, они по сути не настолько известны, в общем, и имя мало кто занимается, да, и очевидно, что если бы церковь в Дубровицах находилась посредине Москвы, то куча людей бы написала про нее диссертации, да, вокруг нее бы ходили, водили бы туристов, да, это несомненно, это был бы одним из символов старой Москвы, да, а поскольку все-таки церковь расположена в Подмосковье, да, хоть близко от города Подольска и совсем близко, да, от, вообще-то, от московских границ, то это уже, да, как бы превращает ее, ну, всего лишь в один, в общем, в одну из многих подмосковных церквей, хотя надо сказать, что в Подмосковье это очень, на все Подмосковье, это, наверное, самый качественный памятник архитектуры, да, как вот, как ни крути, вот, и, безусловно, когда-нибудь этот памятник будет поставлен на храму ЮНЕСКО, да, это тоже несомненно, когда дойдут руки, просто пока, видимо, некому этим заниматься, ну, надо сказать, что вообще с памятниками ЮНЕСКО у нас такая вот несколько странная, загадочная история, да, у нас даже в Москве памятники ЮНЕСКО, материя не всегда понятная, да, вот почему-то Новодевичий монастырь, да, у нас памятник ЮНЕСКО, а по сути, вполне сопоставимый с ним, даже архитектурно, Донской монастырь не памятник, или вот еще пример, да, церковь Вознесения в Коломенском, находящаяся на территории музея-заповедника, памятник ЮНЕСКО, да, безусловно, очень важная церковь для русской архитектуры, вполне заслуживает этого, но вот соседняя церковь в Декове, не менее важная для русской архитектуры, чем церковь в Коломенском, она не памятник ЮНЕСКО, хотя, более того, у обеих территорий один владелец, да, тот же самый музей-заповедник. Вот селёнок написать про церковь в Коломенском, сделать так, чтобы её поставили на учёт, хватило, а вот про церковь в Якове нет. Вот, ну и не говоря о том, что, в общем-то, у нас советской архитектуры, московской, да, на охране ЮНЕСКО, ну, вообще-то нет совсем. Так что, тут всё, конечно, неоднозначно и загадочно. У нас, безусловно, как бы, вот всегда, когда памятник архитектуры такой странный, небывалый, да, когда он отличается от других объектов, это, как правило, вызывает определённые легенды. И вот и с церковью Дубровицы связана, во-первых, легенда, что её очень долго не хотели освящать. Так или это, или нет, это, на самом деле, не очень понятно. Церковь была заложена, как считается, в 1690 году, освящена в 1704-м, когда в Дубровице к Владельцу приехал Пётр Первый. Ну, безусловно, как бы, понятна логика, осветить небывалый храм в присутствии императора, да. С другой стороны, как-то не очень верится, что тянули, очень долго тянули время, да. Просто вот то, что храм изобилует резьбой, причём эта резьба не только наружная, но и, с одной стороны, и внутренняя, и внутри очень много, храма очень много таких вот декоративных рельефов. Это, в общем, как бы требует определённого времени для их создания, да. Если обычная церковь, она могла построиться, ну, где-то за 3-5 лет, да, это, в общем-то, нормальный срок для создания церкви, то для небывалой церкви, да, когда этот срок увеличивается, ну, почти в 3 раза, да, это, в общем, ну, вполне нормальное событие, да. Да, в конце концов, там такого обилия скульптуры нет ни в одном отечественном храме. Эта скульптура требует определённого времени. Ну, естественно, да, что когда храм кажется почти готовым, да, но работают мастера, это создаётся тоже ощущение, что время тянется, да, потому что храм стоит, храм подведён под крышу, да, но храм не работает, да, потому что очень долго ведутся отделочные работы. Ну, соответственно, это тоже вызывает ощущение, да, у местного населения, что очень долго тянется время. Ну, так что, скорее всего, это просто легенда, да, связанная, связанная, как с естественным, да, просто периодом строительства храма. На мой взгляд, ничего необычного в этом мире. Вот. Ещё одна легенда, конечно, связана вот с завершением храма, да, храм завершён короной, причём тоже такой вот несколько странный, да, вот огромный-огромный короной. И всегда, когда у нас храмы завершаются коронами, ну, есть подобные случаи, да, хотя другие короны не такие, это тоже всегда вызывает какие-то легенды о том, что здесь происходили какие-то загадочные тайные события, связанные с первыми лицами государства, да, ну, и понятно, почему, откуда, отсюда же корона, да, корона как бы там сам фактор этого всего, да, хотя ясно, да, что, в общем-то, корона явно планировалась изначально. Ну, эту корону иногда связывают с тем, что Пётр провозгласил себя императором, да, ну, хотя тут тоже вот в этом есть определённая натяжка, да, я бы просто говорил бы, что это вот уникальный замысел такого вот неизвестного архитектора. Архитектура храма знамения в Дубровицах, она резко отличается от нарышкинского стиля, да, характерного для той эпохи, да, 1690 год – это как раз эпоха его становления, да, то есть он считается таким самым новым, новаторским. Более того, создатель храма знамения Мороза, более того, создатель храма знамения Голицын, он строит в одном из ближайших сёл к Дубровицам, собственно, такой вот храм, да, типа Восьмерик на Четверике, да, то есть, в общем-то, эта архитектура ему тоже в какой-то степени достаточно близка, да, и тем не менее, тем не менее, в общем-то, он идёт по совершенно такому вот фантастическому пути, он собирает иностранных мастеров, да, не говоря о том, что это деньги, это, в общем, достаточно большая работа, да, их надо оплатить, их переезд сюда и, в общем-то, достаточно долгую работу здесь, да, не забудем, что храм строился 14 лет. И более того, значит, он понимает, да, что храм, который он построит, он ещё будет гораздо более передовым вариантом барокко, да, это совершенно абсолютно такое вот европейское сооружение, которое абсолютно не характерно для России. Во-первых, храм центрический, и его план – это такой равноконечный крест, у которого закруглены лопасти, и контур этого плана повторяет галерея, и к этой галереи идут лестницы, да, то есть 10 ступеней лестницы, и галерея, в свою очередь, огорожена достаточно высоким парапетом, да, цоколь, парапет, орнаментированный, ну и вообще весь храм обильно украшен белокаменной скульптурой. Ну, вообще белокаменная скульптура, даже просто скульптура – вещь не самая характерная для русской храмовой архитектуры. Да, у нас периодически всё-таки Сенот издаёт указы о том, что надо из интерьеров убирать скульптуру, где она есть, да, она больше воспринимается как такое вот западное влияние, да, а тут скульптуры очень много. Во-первых, святители, да, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, они расположены над западной дверью храма, это вот такие высокие старцы, да, такие мантии одеты. В углах цоколя установлены статуи евангелистов, а у основания храма фигуры восьми апостолов, ну и, опять же, очень много изображений ангелов, да, то есть огромное количество белокаменных различного рода белокаменных рельефов. Более того, в интерьерах очень много лепнины. И лепнины на библейские мотивы. Центральное из них – это распятие. Тоже вполне такой характерный сюжет, да. То есть практически отсутствие, практически роспись, да, которая характерна для русских храмов, да, она заменена лепними изображениями. Причем лепных изображений очень-очень много. И более того, есть тоже вещь такая совершенно несвойственная для русской архитектуры, есть в картуши, да, в которых написана, как называется, та или иная сцена, да, то есть она вот объясняет то, что происходящее. Более того, эти картуши имеют надписи по-латыни, да, то есть понятно, кто их делал. Ясно, что это итальянцы. И это совершенно не характерно для русских храмов. И эти надписи уже в середине XIX века при реставрации по требованию московского митрополита Филарета были заменены. Вот. Но, правда, заменены были вот цитатами из Евангелия. Но самое удивительное, что при современных реставрационных работах 2004 года вот эти вот латинские надписи были восстановлены, да. То есть сейчас, в общем-то, интерьер храма, он, ну, достаточно близок к своему первоначальному. Ну, вообще, надо сказать, что в храме сохранилось много всего интересного, да, иконостас, и хоры, да, вот, причем резной иконостас, да, старинными иконами. Вообще, надо говорить о том, что мы имеем уникальный по сохрану интерьер Петровского времени, да. Вообще, у нас вот таких интерьеров очень мало, да, а тут интерьер подлинный практически, да, тут уцелело почти все. Ну, и это, в общем, надо сказать, такой вот уникальный случай, да, практически во всей истории русской архитектуры. Ну, и, надо сказать, что в области охраны памятников, да, у нас не так много ситуаций, да, когда вообще что-то уцелело, да, да еще за пределами крупных городов, да, но вот тут случай уникальный, все-таки все понимали, что храм непростой, да, и более того, даже в советское время интерьеры были сохранены. Иконы считается, что их писали мастера оружейной палаты, да, ну, московского Кремля, ну, это, в общем-то, достаточно характерно для храмов конца XVIII, конца XVII, начала XVIII века, да, но оружейная палата, в общем-то, как правило, привлекалась ко многим усадебным храмам, да, практически ее мастера работали на основных владельцев усадеб, это, в общем-то, нормально. Но, тем не менее, вот эти образы, они тоже явно испытали влияние западноевропейской иконографии. По некоторым иконам это прямо видно, и начинаешь тоже думать, что помимо мастеров вооружения палаты здесь тоже работали иностранцы. Ну, вообще, вот, с иностранцами у нас, как-то, всегда, ну, достаточно, в общем-то, сложно, да, мы только знаем про итальянцев, но мы не знаем их по именам, да. Есть разные версии, да, кого позвал Голицын работать у себя в усадьбе. Есть версии, что, помимо, итальянцев были польские, шведские и голландские мастера. Есть версия, что здесь работал Доминика Трезини, автор Петропавловского собора в Петербурге. Еще есть версия, что проект разрабатывал ученик Бернини, придворный шведский архитектор Никодемус Кесин-младший. Да, то есть, пока, к сожалению, вот мы не знаем ответа на этот вопрос, да, мы только понимаем, что создатель храма был очень незаурядным архитектором, да, причем незаурядным, таком вот мировом масштабе. Да, вот эту штуку, уникальную штуку надо было придумать. Несомненно, был проект, да, и сами понимаете, что у этого проекта очень неплохая реализация, да, то есть, мы не сомневаемся, что архитектор, ну, достаточно долгое время, в общем-то, находился в Дубровицах, да, и следил за реализацией своего уникального проекта. Камень доставляли для строительства из каменоломен в Сьянах, его доставляли по реке Пахре, вот, то есть, это было достаточно, в общем-то, удобно. То есть, вообще, это был такой вот огромный, огромное строительство по тем временам, да, да, и, в общем-то, храм был тоже небывалый по своим размерам, его высота была где-то больше 42 метров, да, то есть, для конца 17 века, это, ну, просто фантастическое по масштабам сооружение, да, это, ну, масштаб, ну, я не знаю, ну, кремлевских соборов. Только вот этот вот уникальный собор строится достаточно далеко от Москвы, да, вот в таком вот частном владении. Это, в общем, тоже такое вот уникальное явление. Ну, и понятно, что у нас пытаются связать храм с именем Петра Первого, да, и объяснить этим именем архитектурные особенности, да, что Голицын старался понравиться своему воспитаннику, да, и сделал храм, который бы его порадовал, да, отразил бы западноевропейское влияние. С одной стороны, безусловно, как бы храм наверняка Петру понравился, да, он к этому моменту уже, освещение уже бывал за границей, да, он ездил по Европе, он уже видел западноевропейские храмы, да, и он примерно уже понимал, да, что построил Голицын. Да, с другой стороны, когда Голицын замыслил этот небывалый храм, да, еще, в общем-то, и Петровские реформы были в таком весьма зачаточном состоянии, еще никто не думал о том, во что Петр превратит Россию, да, и понятно, да, что сильное западноевропейское влияние в России было и до Петра, да, в частности, в эпоху его старшего братца Федора Алексеевича. И, собственно, по большому счету, реформирование страны началось тогда, да, Петр его продолжил. Но, тем не менее, да, в 1690 году это, конечно, такая была просто фантастика, построить, замыслить такое сооружение в России, да, и даже его вот реализация в 1704 завершении, да, она тоже выглядит делом небывалым, да, то есть это храм, который опередил свое время, свою эпоху, да. Ну, надо сказать, в 14 лет это огромное строительство, срок для строительства, да, у нас уже в Москве современные здания, которым столько лет, они начинают восприниматься как уже такие слегка аморально устаревшие, да, вот, а этот храм, да, он всегда был, как бы воспринимался как такое передовой, как такое вот уникальное фантастическое чудо, ну, и мы, в общем-то, надеемся, что рано или поздно, да, все-таки мы про него узнаем больше, да, но, безусловно, это как бы надо заниматься большой архивной работой. Можно, конечно, предположить, что сама по себе Голицынская усадьба в тот момент, на момент строительства храма, ему как-то соответствовала, да, ну, едва ли, там, Голицын, там, жил в простом деревянном доме, да, ну, опять же, приезд императора Петра Первого, он все-таки предполагает какое-то определенное пространство для приема императоров, да, ну, понятно, что император посетил не только храм, да, то есть и посещение храма, да, и освящение его, это было каким-то вот все-таки делом побочным, да, то есть главное, это был его прием в усадьбе у Голицына, и, несомненно, княжеская усадьба выглядела, ну, подстать императору, да, то есть там можно было, там не стыдно было принять царя, да, его сына царевича Алексея, да, многочисленную свиту, все-таки там у нас, как правило, царь традиционно всегда передвигался с огромным количеством приближенных, то есть усадьба была на это рассчитана и, соответственно, должна была понравиться Петру, да, то есть есть основания полагать, что люди, которые занимались строительством храма, они строили и усадьбу, да, то есть вот этот вот самый уникальный памятник архитектуры, да, в тот момент создания был не один, да, ему соответствовали и усадебные постройки князя Голицына. Можно только гадать о том, какие они были. В следующей программе Михаил Караков продолжит свой рассказ об усадьбе Дубровица. Вы узнаете о ее знаменитых владельцах. Продолжение следует...